Действо существует уже шесть лет, но с этого года начинает действовать абонемент для самых маленьких слушателей и на русском языке. На одну из последних репетиций побывала наш корреспондент Татьяна Коваленко. Даже такое неприятное дело, как уколы, можно безболезненно пережить под квотину разины из севильского цирюльника. Лечить кролика, главного персонажа этой сказки, под музыку Моцарта или Арию Ленского из Онегина. Авторы цикла концертов для самых юных зрителей решили обратиться к известному всей малышне доктору Айболиту, несколько изменив его имя и заставив еще при этом петь. Старая история на новый музыкальный лад получила название «Волшебные рецепты доктора Айзвучит». Его роль исполняет солист латвийской национальной оперы Арман Силеншмен, сестра Люба Эвия Мартинсоне. Мы ни один раз не объявляем, сейчас вы услышите Арию Розини, значит, Джоакина Розини из севильского цирюльника. Нет, абсолютно нет. Но, значит, звучит на самом деле это Ария и медсестричка Люба. Эвия, конечно, ее поет сначала до конца. То, что певцы готовят показать маленьким зрителям, хорошо знакомо и взрослым меломанам. Дуэт из Дон Жуана, Эвия и Арманс исполняют и здесь, на малой сцене зала «Латвия с концерты» и на большой «Волыно». Правда, в других костюмах и декорациях, но никаких скидок на малый возраст слушателей артисты не делают. Да и зачем, говорят. Они очень внимательно слушают, смотрят и видят больше, чем даже взрослые. Никто не засыпает? Нет. Ну, есть вот такие, но такие, да. Но это тоже комплимент, что не мешают. Этот цикл театрально-музыкальных программ существует уже шестой год. Правда, до сих пор он проводился только на латышском языке. Теперь организаторы решили опробовать русскую версию. Опыт есть и, главное, проверенный. Детям это действительно интересно. Это очень хорошо работает. Это мы уже проверили во время этих шести лет. Потому что очень многие, очень многие, которым уже семь лет, они идут в школу и сразу интересуются, как попасть на наши школьные концерты. Во время сезона мы встречаемся с более сорока тысячами школьников. В нынешнем весеннем сезоне самые маленькие зрители смогут увидеть также постановку, как пёсик и котёнок поехали во Францию. Причём с участием настоящего француза, саксофониста Фредерика Армена, которая состоится в апреле. В мае ребят ждёт встреча с ещё одной знакомой сказкой Дюймовочка Андерсена, также в облачении классической музыки. Открывается русский цикл для самых маленьких в это воскресенье, 23 марта, в концертном зале в Спитере. Татьяна Коваленко, Спартак Лукашевич, Первый Балтийский канал.